А мне интересно, какие Олега Кезару принципы? Нужно, чтобы рэп обязательно был в чём-то хуёвый? А прикиньте, если Джей Зи реально эту хуйню заметит. И все вот так вот просто пальцы резко скрестили и такие, пожалуйста, блядь. Олега, в общем-то, и нет друзей. У него типа нет какого-то вот прям типа окружения и тейп, это же его реально первый друг по большому счёту. В русском рэпе, да? Здравствуйте, граждане, господа, друзья мои. И вы присутствуете на канале Сейна, мы снова собрались этой замечательной троицей ради того, чтобы обсудить альбом Бандана. И если в прошлый раз это была речь про рэп, который я реально не люблю и мне он не нравится по звуку, теперь искренне и честно, альбом Бандана капец как мне понравился по звуку. И несмотря на то, что у нас сидит здесь рэп-саунд-продюсер, человек, который вот только что записывал рэп, пока мы ждали товарища Кридо Бушеру. Все подписчики на Бусти, типа, возможно, послушайте. Да, и, собственно, сам рэпер, как-то, экс-рэпер. Ну, теперь панк-рок, пацаны. Панк-рок это новый рэп. Если вы не знали, но вот так именно выглядит панк-рок мальчик. Ну, так или иначе, человек, который долго писал рэп, и из всех них именно мне понравился альбом Бандана. Сейчас мы будем обсуждать эту херню, а вы будете на это смотреть. Здрасте, вы на канале Сейд. Мы этот видос записывали в ночь на 1 ноября. Сейчас уже почти середина декабря, только сейчас он выходит. И, собственно, передаю привет всем, кто пытается угадать, я монтировал видос или нет. Все три ролика про Мирона сделал я вот этими руками. А видос про патриотов как раз смонтировали товарищи-монтажеры. Также передаю привет всем, кто в уходящем году так и не определился с профессией. Или наоборот задумался, блин, может я в жизни занимаюсь не тем. Как-то мне скучно в этом офисе сидиться. Что если я скажу вам, что есть бесплатный онлайн-марафон, который так и называется? Что делать? Его проводит образовательная платформа Skillbox. Марафон карьерный. И только послушайте по каким направлениям. Дизайн, программирование, маркетинг, игры и дизайн среды. Ну то есть все самое интересное и творческое. Каждая в каком-то смысле творческая. И вам расскажут о специализациях в этих направлениях. Покажут, как это все работает и вообще какие варианты есть. Вы познакомитесь с профессиями Data Scientist и веб-разработчик. Узнаете алгоритмы запуска рекламы в социальных сетях и лайфхаки интернет-маркетолога. Нарисуйте свой первый логотип или продающий сайт. Соберете 2D-шутер на Unity. Попробуйте себя в декорировании и дизайне интерьеров, а также в ландшафтном дизайне. Ну реально все самое интересное. Вас ждут мастер-классы от экспертов из топовых компаний в каждом из направлений. При этом среди участников марафона будет еще разыграно 5 пар EarPods'ов и один MacBook Pro. И еще кроме этого вас ждет вебинар с практикующим психологом, который расскажет, как побороть страх неизвестности и решиться на изменения. И еще раз напоминаю, все это абсолютно бесплатно. Так что переходите по ссылке в описании и работайте только на любимой работе. Ну а теперь к альбому Бандана. В чем, по-моему, именно кайф этого альбома? Мой любимый альбом Megadeth это Condown to Extinction. Они его записали, они собрались на студии, они питались только чизбургерами, которые были вот рядом с ними. Почти как альбом Выбережизнца. Да, и они какое-то время, они просто сидели в студии, когда заебывались писать, они выходили из студии во двор, у них была баскетбольная площадка, они кидали мяч в кольцо какое-то время, возвращались и писались. То есть чисто буквально за несколько недель был выдан имхо лучший альбом в истории вот Megadeth, одной из моих любимых групп. И здесь два чувака, которые также очень любили рэп, они взяли, собрались в Барселоне, вот, и записали рэп, который они сами любят. И это реально не было такого другого русского рэпа, который также похож на мой западный плейлист. Ну типа, естественно, потому что это альбом отсылок на западный рэп. Есть проблема в том, что немножко вычурно и выглядит в целом то, как они собрались, потому что если отталкиваться от официальной истории, то Тейп просто написал, типа, там, сколько, миллион комментов, и я еду Кизару в Барселону. И Кизару такой, я не уверен, я вообще-то хозе, и Тейп такой, я уже еду. Я не могу просто так взять и сделать совместный целый релиз с человеком, которого я не знаю. И Чел такой, ну раз ты едешь, ну давай запишем с тобой топ-1 альбом в русском рэпе. И типа, я думаю, либо это просто какая-то бытовая нелепость, что один пацан очень хотел, а другой не смог сопротивляться. Звучит глуповато, особенно в рамках их джи, мировоззрения. А если это продуманный ход, то, мне кажется, можно было и погруче сделать. Ну а мне очень понравилось, как они поспорили, что один не будет пить, а другой не будет курить. Курить травку. Да, это же было супер промо. Они поспорили на миллион рублей, что Кизару не будет год курить, а Тейп не будет год пить. И Кизару проебал. А, и есть вредную прищу еще. Да, и Кизару проебал, короче. Покурил косяк и заплатил Тейпу миллион рублей. Это же было вот главный, наверное, промо-поинт к альбому. Блядь, такая тупая хуйня же. Кизару курить травку. Понимаешь, это звучит, как будто бы, типа, вот, блядь, нет, альбом звучит, как будто это два, блядь, гангстера, но они ведут себя, как два подростка. И типа, и вот, у меня вот этот диссонанс разъебывает. Так а че диссонанс? Они от этого такие свободные. Им от этого так кайфово и классно. Опять же, тут, понимаешь, вот как раз мне не нужно, чтобы русские рэперы были настоящими. Вот как раз вот все это время, как раз, и вот я не верил всей музыке до этого, там условно, но вот Яникс, ты ему респектуешь, я не могу реально это слушать. Мне вот в это не верится, мне не классно. Но знаешь, что самое смешное? Вот у Яникса нет ни одной строчки, за которую он бы не смог ответить, я думаю. Я тебе честно скажу, потому что Яникс очень сильно выбирает выражение, и он флексит такими вещами, которые без контекста Яникса не были бы очень крутыми, знаешь, типа. Ну, например. На ней были конверсы, я хотел снять их, у нее был такой фетиш, она сказала остаться. Чего, блядь? Понимаю фетиш, кстати. Чего, вообще, типа, чувак, конверсы, самая красивая обувь, которая может быть на женщине. Чувак, у Яникса есть панч, а-ля ебу ее в шубе, будто она Чубака. Чего, в отрыве от Янчера как-то, да хуй знает, типа, чел. Но это, я про то говорю, что, короче, вот понимаешь, но он пытается говорить реальные вещи. Кезару говорит, помню времена, когда мой бро варил мой крэк. Помню как малые во дворе из калече. Помню времена, когда мой бро варил мой крэк. Вы знаете, на каком районе вырос Кезару? Ну, какое-нибудь это было Биберево, или Купчино, или какое-то. Я предполагаю, что Олег Кезару вырос в центре, блядь, города. Есть такое ощущение. Нет, ну хорошо, даже в центре у нас городов районы называются дебильно. Ну, так или иначе, короче, не было никакого, нахуй, крэка. Это точно. Вот, и как раз, и все, и все вот эти вот истории, то есть понятно, что оно не настоящее. И оно как раз за счет того, что это такой, это постироничный рэп, в котором уже берутся куски рэпа, который был, и на их основе, как будто Кезару нейросетью, создается новый рэп, этот кек меня покупает. Миш, задумайся о том, что то, что ты сейчас говоришь, это то же самое, что мы тебе говорили в прошлом выпуске. Чувак, это абсолютно то же самое. То есть, типа, ты на самом деле просто прохавал, в чем прикол, почему? Возможно. И тут даже нет желания с тобой спорить, потому что это очень ценно, понять, почему этот рэп можно слушать, и с него можно прикалываться. Потому что, я честно, я себя сейчас чувствую в старперской позиции, я когда такой, ну, это же неправда. Ты че? И ты, типа, Кезару выглядит, как этот мужик из мема, который говорит, да, и он просто такой, это же пиздеж, да. Ну, блядь, реально, у меня... Нет, но в то же время у меня складывается ощущение, что Кезару просто очень впечатлительный на молодой человек. Типа, при этом, ну, типа, ты в Питере живешь, типа, ты знаешь? Мне кажется, что он инфант, чувак, мне кажется, что он инфант просто. Человек, который умудрился в свои 30 с гаком лет сохранить мироощущение 18-летнего пацана. Есть у нас с тобой одни знакомые такие. И это круто. Нет, типа, я такой, на самом деле, у меня нет какого-то негатива к Кезару. То есть, я говорю, что Кезару ебень, но я это говорю со всей любовью. Потому что у меня есть много друзей, которые я могу сказать, что человек ебень. И это будет, ну, в моих глазах комплимент. Потому что это значит, что человек нестандартно мыслит и не стесняется себя. Нихуя неинтересный. Ну, сейчас трудно, да. Когда Миша мне анонсировал ролик и говорит, мы соберемся и будем обсуждать альбом «Банданы», я был очень удивлен, потому что он такой, и мне альбом понравился, ну, крайне. Но мне, кстати, он не понравился. И тебе тоже, пиздец. У меня к альбому есть очень много вопросов, и это повод это обсудить. Потому что если человеку, далекому от рэпа, заходит такая спорная в плане рэпа вещь, значит, в ней действительно что-то есть. Ну, как, я бы не сказал, что я далекий от рэпа. У меня вот реально мой плейлист, если его упростить, он по большей части делится на хип-хоп-алдуху и метол. Ну, чувак, я к тому, что вот типа вот «Бандана» это максимально рэп-альбом. Вот этот человек, который слушает метол, такой, «Помню времена, когда не было лего, теперь они сидят на члене у Олега». Да, потому что это смешно. Блядь, слушайте, вот как, давайте, мы послушаем трэчок или сразу попиздим? Нет, сразу попиздим, давай-давай. Реально? Нет, фу, блядь, я имел в виду «Послушаем трэчок». Вот почему эта хуйня стала такой вирусной в ТикТоке? Блядь, локдаун, гетдаун, клик-клэк, пиву-пау, это тупо, но это так прикольно. Ну, я говорю, потому что эдиты плюс фишка с губкой Бобом. Ну, типа, когда у тебя внезапно просто, типа, чуваки листают, смотри, в поп-культуре. Но я не утверждаю, что это основной источник популярности. Но, представьте, чуваки листают ТикТок, губка Боб популярна в поп-культуре, это феномен. Я не понимаю, почему, блядь, этот мультик всем нравится, но он всем нравится. Люди такие, ха, посмотрим секунду губки Боба. И Патрик такой, сейчас будет тач-даун. Что за... О, ясно, это салитер. Обожаю эту игру. И это работает просто на эффекте, типа, неожиданности. Чуваки такие, надо досмотреть до конца. Я не утверждаю, что это единственное, почему этот трек стал популярным. Ну, чё, это дроп. ТикТоки любят дропы. ТикТоки любят, когда можно снять видео с подводкой и внезапно обман ожиданий. Бля, я не помню, то ли, то ли... Не, вроде не в этой песне, но есть там момент, где Кизару прям явно не попадает в бит. Прям сильно он в бит. Я для вас специально открыл интервью Big Baby Tape и Кизару для Apple Music. Они давали интервью? Да, чувак, тут столько фактов, они просто базарят за факты. И вот тут как раз Олег Кизару говорит такие слова. Я, бля, как Сэм начал разговаривать. Мы с Егором абсолютно разные люди, говорит Кизару. Да ладно? Я слишком запаренный на своих принципах, а Егор молодой из Москвы, он двигается ему на мои принципы. Вообще, всё равно, у нас была куча разногласий. Мы спорили, чуть ли не агрились конкретно друг на друга. Господи, боже мой. А мне интересно, какие у Олега Кизару принципы? Нужно, чтобы рэп обязательно был в чём-то хуёвый. Нельзя сделать прям неизгатый рэп. У Олега Кизару в интервью ВКонтакте, типа, был большой блок на тему того, на то, что расфортили, что он про Оксимирование там сказал и так далее. У него был большой блок о том, что ему очень важно, чтобы рэп нёс смысл. Но конкретно в альбоме Бандана Егор Биг Бэйби Тейп якобы дал ему возможность, типа, расслабиться и просто пофристайлить. И скорее всего, вот как мне кажется, когда они сидели, они такие, давай мы будем как те ребята Запада, которые просто фристайлить, как Juice Wold, как там Future, просто из башки доставать эту хуйню. И они такие, типа, да, они же реально студию прям отстроили. На самом деле, я считаю, что во многом альбом это спасло, потому что у меня, я заранее, я послушал альбом два раза, я специально, я прям решил серьёзно подготовиться. Красава, рецепт. Да, и вот для меня это большой уровень подготовки. Я хочу сказать, в альбоме Бандана есть одна проблема. Я сразу отмечу, я очень люблю Егора Биг Бэйби Тейпа. Я люблю его творчество. Чего давно. Я слушаю, я, наверное, один из первых, типа, вот в компании, кто начал слушать его творчество и кто стал его активно форсить. Мне его показал Паша Диссидент. Это был трек, первый трек я услышал Flip Font Work, ещё в старой, типа, версии, когда он выходил с синглом. Вот, и мне понравилось невероятно. Я очень котировал Егора Биг Бэйби Тейпа, мне было обидно, когда у него был творческий провисон такой. И мне очень хотелось услышать от него новую музыку. И главная проблема альбома Бандана в том, что Егор Биг Бэйби Тейп в текстовом плане отама вообще не нужен. Чувак, реально, вот Егор, к сожалению, при всём моём уважении, это искренне, это типа не хейт, я стараюсь судить объективно, он проигрывает Олегу по всем фронтам. Знаешь, в чём главная проблема? Олег Кизару настолько шиз, что он, он, у него, он звучит как человек, который ни секунду не сомневается в том, что он читает. И поэтому даже самая нелепая хуйня, чёл, вот реально, он говорит, блядь, это же Олег читал в альбоме, что если ты нам должен, мы сломаем тебе ноги. Я не думаю, что это когда-то для кого-то произойдёт, но ты веришь Олегу Кизару. А вот Егор Биг Бэйби Тейп, к сожалению, на этом фоне очень сильно проигрывает, потому что я понимаю, что он пытается, типа, он как будто пытается соответствовать Олегу, и из-за этого очень мало собственного соуса. Как мне кажется, у Тейпа более простые раскладки, более примитивные панчи, я понимаю, что он сделал на альбоме весь звук. Идеальным альбом, вот для меня, на 9 из 10, при всей моей, типа, ну, амбивалентном отношении к Кизару, он бы был, если бы это был звук продакшн Тейпа и чисто куски Олега. Вот реально, типа, я бы не обломался. Блин, но здесь много, и именно мой любимый трек отсюда, Мама Макуса, и там я не уверен, что вообще есть Тейп где-то. Мама Си, Мама Си. По-моему, да, там, типа, я в один момент слушал, типа, и такой, а тут, типа, был. Да, да, его там вроде вообще нет, но, во-первых, это на треке Миллион охуенно сделал. Не, на треке, вот на треке Миллион, это единственное, что, правда, мне кажется, полностью... Мне эта история нравится, типа, с порно-рэпом на эту тему, согласен, у него был большой лон-грид о том, что бандана это худшее, что могло произойти с рэпом, потому что это сборник клише, я думаю, что мы об этом тоже поговорим потом. Слушай, ну я, кстати, с Даней вообще не согласен, честно говоря, учитывая, что Даня настолько любит во многом клишированный рэп, оправдывает это тем, что это ностальгия, отсылки, наполнение. Вот это именно оно, да. Я продолжу, типа, но там был прикольный момент о том, что, ну, типа, блядь, я уже забыл, нахуй, даже, что я хотел сказать, честно говоря. Не, ну, вот ты очень хорошо подвел к мысли, что, честно говоря, как, вот, как это выглядит, что ребята очень любили западный рэп и написали такой же. То есть, вот, нет... Чувак, там даже отсылки вот эти вот, помнишь, первый день, когда бандана вышла, типа, все резко усыпились за последний трек, что, типа, это копирка мастера-шефа. Короче, типа, я, кстати, такого не видел, я наоборот, я считаю, что Райдер, да, это вообще один из немногих треков, которые оправдывают существование этого альбома, он великолепный, блядь. Да, охуенно, охуенно. Ну, я-то просто Эндрю Стори, типа, знаешь, почему? Потому что он там же читает про этого, про Деймбэга, типа, про то, что, типа, он держал пакеты дома, типа, вот, ну, я, честно, я немного услышал в этом какую-то хотя бы, хоть какую-то искренность. Но ты понимаешь, в чем проблема, что, типа, трек про Андрея очень напоминает трек «Антон». Это культовый трек для, блядь, питерской рэп-сцены. Молодой это Kitchen Records, Асайя, Смоки Мо, группа Крэк. Собачьи глаза намокли каплями, скулит душа, скребет лапа. И тогда очень любили, в том числе, Смоки Мо, Асайя, очень грешили тем, а это даже не грешили, но они очень увлекались тем, что создавали каких-то выдуманных персонажей, чьи истории они рассказывали в треках. Например, у Смоки Мо есть культовый трек «Герман и Патрик». Я не ебу, кто это такие? Который, кстати, какой-то филиппинец пиздил, увидел, у Смоки Мо очко горе. Я что-то видел, но так и не понял. Чувак, у Смоки Мо так очко сгорело, типа, потому что какой-то, типа, чел из филиппинц пиздил песню Герман и Патрик вплоть до минуса и раскладок, и внезапно стал популярным на Филиппинах. Если что, я напомню, это то место, где Батл Рэп собирал стадионы. Чувак, я не прав, Филиппины... Да, я тебе отдельно покажу, это очень странно. Там чуваки читали трипл таймом, никак в жизни такое не было. Серьезно, это no jokes, типа. Это как нахуй локдаун. Короче, я к тому, что вот у Смоки Мобил культовый трек «Герман и Патрик», весь трек, или трек «Мистер Винтаж», например, это треки истории кого-то. Я не понимаю, кого, хуй пойми про что, какие-то нагромождения образов, но очень лирично, очень глубоко, какие-то реально... Ты, типа, реально погружаешься в переживания людей, которых ты не то что не знаешь. Их даже трудно до конца представить, потому что он дает тебе отрывки, это как сюжет в Dark Souls, когда ты его по записочкам каким-то находишь. Вот здесь, мне кажется, что это было референсом для вот этого трека. А сама история в чем? Именно, оригинальные имена, что за Эндрю? Да, просто про чувака, который держал пакеты дома. И все. Да, ну, типа, это история про Даймбэга, это же история про Даймбэга, он об этом, типа, писал отдельно, что, типа, у него же был вот этот раз Даймбэг, да, типа, у Биг Бэйби Тейпа был отдельный видос, вот прям как у Симирона. У Биг Бэйби Тейпа был кореш Даймбэг Плак, с которым они начинали, потом Даймбэг его кинул уже не помню как. Ну, там, у него был отдельный видос, типа, где-то здесь вставочка будет, типа, где он реально как Оксимирон сидел на фоне Белой Стены и говорил, что Даймбэг пидарас, короче, вот, ну, реально, там, вот, как правило, СП, типа, и он сидит, типа, всю эту тему рассказывает, и вот как раз у порно-рэпа в статье, типа, есть вот эта тема, что, типа, это единственный трек, на котором он, типа, более-менее искренне разговаривает, потому что, ну, типа, чувствуется, потому что, ну, люди, которые в курсе за Бенза Гэнг, типа, они сразу такие, а, это вот этот чувак, типа, и начали чуть больше вслушиваться, и оно раскрывается совсем по-другому, типа. Просто мне лично на альбоме зашло два трека, это Райдер Дайв сто пудово, потому что, чувак, я так давно не слышал Джи Фанка и Олег Кизару на Джи Фанк, несмотря на то, что в Райдер Дайв почему-то очень сильно сквозит трек Янг Трэпа и Силы «Давай кинем барыгу». Ну, вот, реально, типа, я прям, ой, кто, ну, ты разбираешься в этом треке. Да, я прям, вот, типа, есть ощущение, но, тем не менее, я считаю, что это лучший трек на альбоме, чувак, это Джи Фанк. Ну, в любом случае. Я тысячу лет не слышал Джи Фанк, я сразу, вот, я представляю Олега Кизару как Снуп Дога. Да! Плюс, чувак, как Снуп Лайена. Да, да, да. И, типа, я считаю, что трек «Миллионс» прям отличный. Этот трек для меня, возможно, оправдывает текстуально все присутствие Биг Бэби Тейпа на альбоме, потому что ностальгический, блядь, куплет с отсылками к Сен-Андресу. Биг Бэби Тейп, мне кажется, еще немного молод, чтобы ностальгировать, но даже он нашел предмет для того, чтобы зацепить других людей вот этим чувством. Мне кажется, это потрясающе. Ну, я считаю, что альбом супер спасают мэшапы. Во-первых, вот этот кусок с Патриком из ТикТока, во-вторых, мэшап «Снова седая ночь». Да, чувак, да. Ты знаешь, и типа «Миллионс»? Да ладно, я тебе учил. Он вообще великолепно режьте кивку с этого танца появилось. Чувак, 35 тысяч клипов уже, 35 тысяч. А во-вторых, чувак, это еще... В какое удивительное время мы живем. Охуенно. Типа, я считаю, что нужно всем маркетологам на заметку взять то, что нужно больше мэшапов с их треками делать. Гениальный маркетолог Оксимирона сделал это, по всей видимости. Я надеюсь, что это до сих пор, что у Оксимирона это была продуманная акция. Если так... Чувак, ты заметил, что это у всех такая мысль возникла? Типа, мне Коля есть, как я рассказывал. Чувак, мэшапы слишком мощные, реально. Я давно не видел столько пиздатого фанатского творчества. Прям как будто вот эта матерная считалочка подходит вообще ко всему. Если это так, то Оксимирон официально победил интернет. Это все. Нет, я сказал... Жопа интернета и трофея Оксимирона. Я дал слово, что если это спланированная акция, промо-альбом, я беру назад все свои плохие слова про Оксимирона. Больше никак про него ничего плохого не скажу, потому что это слишком... Заебись, заебись. Реально. Справедливо. Так а что, про 99 Problems, если уж говорить? Видишь, так как мы уже выяснили, да, что чуваки отсылаются постоянно к разной поп-культуре, типа конкретно к хип-хопу, типа западному и нашему, то конкретно в 99 Problems прям сквозит, конечно, этот движ про Jay-Z, типа про... При этом я хочу напомнить, что конкретно этот трек... Про Хову, ты имеешь? Да, про Хову. Что конкретно этот трек запрыгнул же в мировой чарт Apple Music, там, ну, ненадолго, но запрыгнул. И был момент, что, типа, кто-то из... Ну, в тусовке, короче, музыкальных редакторов начался такой движ, что он говорит, а прикиньте, если Jay-Z реально эту хуйню заметит, короче, типа... И все вот так вот просто пальцы резко скрестили и такие, пожалуйста, блядь! Не знаю, типа трек, правда, неплохой, но я... Ну, вот, типа, для меня здесь реально... Я вот чувствую здесь проблему для себя всего альбома в том, что куплет Олега гораздо сильнее, чем куплет Егора. Бля, проблема ли это? Ну, в плане... Ну, то есть, как бы, если... При этом будет «Бандана-2», я надеюсь, что там Егор будет. Не, ну, может быть, но в плане от того, что одни куплеты лучше других, это не отменяет то, что другие куплеты хорошие. Они хорошие просто, блин, понимаешь, в чем дело? Типа, мы живем вот в эту эпоху с клиповым мышлением, и я не хочу слушать трек, где половина мне не нравится, понимаешь? Я хочу инъекцию дофамина прямо в мозг. Я хочу, чтобы у меня были только куплеты Олега Кезару, чтобы я сидел там просто вот этот про член Олега, блядь, 10 часов, и я просто... Убей меня, блядь, давай. Как в шапе еще живется? Блядь. Просто я не знаю, куплеты тейпа просто хорошие. Я не говорю, что они плохие, но куплеты Олега, они какие-то, блядь, вот... Золотые, блядь. Да, понимаешь, у меня... Я для себя сформировал... И так красиво прогрессирует. Чувак, я для себя сформировал какое мнение. Сегодня, блядь, Диме Баймбергу это озвучил, он не мог со мной не согласиться. Такое ощущение, что Олег Кезару вырос не в России, а в ГТА, блядь. Как будто он до 20 лет жил в ГТА, а потом из ГТА переехал в Барселон, потому что... Нет, это так пиздата. Нет, и это реально охуенно, потому что, типа, Олег Кезару настолько сильно пытается доказать, что он не персонаж, а реальный человек, что из-за этого становится просто хрестоматийнейшим персонажем. Блин, я честно не знаю, что он пытается доказать, в этом плане то, что все начали обсуждать, блядь, высказывания Кезару про Оксимирона. Вот реально, блядь, ребят, не слушайте высказывания Кезару. Слушайте музыку Кезару. Но если вы в плане такие любители, блядь, всей этой интернет-хуйни, тот, блядь, сказал про того, что этот сказал про этого, похую, ладно. Это все, это ебучая мишура. Суть в том, что чувак очень любил рэп, реально написал такого же, именно в их откровенности, именно того, насколько они сами кайфуют от всей этой хуйни, это самое супер. И как раз то, насколько они оторваны от реальности, это супер классно. Какие Миша сильно заразили инъекции рэпа. Просто его как бы спинозной иглой с рэпом все честное стало. Это охуенно, знаешь почему? Мне очень нравится, нет, я считаю, слушайте высказывания Кезару, смотрите прямые эфиры, почему? Ты слушаешь Олега Кезару, иногда ты можешь подумать, как же этот чел хорош, насколько же у него есть все, насколько он лучше меня. Потом ты включаешь его эфир, где он попил воду из закрытой бутылки. Такой же, как я. Я недавно читал в интернетах о том, что типа провели аналогию между эфиром и Кезару, и старыми эфирами как раз Димы Бамберга, типа где он сельдерей хавал, короче. Ну и еще. Ну как будто бы, знаешь, вернуть времена Перископа, мне кажется, это была бы заруба мощнейшая. Не знаю, мне кажется, был бы инфопердеж, вот не более того. Вот когда это дойдет до дисф, это будет интересно. До этого момента это инфопердеж. Я понял, знаешь, в чем проблема? Я говорил, что ты кайфуешь с этого инфопердежа. Нет, с альбома, вот как раз инфопердеж, это инфопердеж. То есть вот эта вот часть мне неинтересна совершенно. Мне кажется, я сформировал для себя, в чем именно проблема тейпа на этом альбоме, в том плане, что Кезару очень крут, потому что он персонаж, но типа он мем, блядь. Он реально нахуй. Абсолютно. Он просто супер мем. Но с другой стороны, это мем, который постоянно бьется или не бьется с личностью Олега. То есть ты постоянно, типа, есть, это как платоновское, есть мир идей, мир вещей, есть идея Кезару, вот этот джи, понимаешь? А есть Олег Нечипаренко, которого вода пошла носом, блядь, на трансляции. Вот. А у тейпа проблема в том, что он мем тоже сам по себе, он меметичный персонаж, с которым куча, типа, моментов в современной российской поп-культуре, с которым он взаимодействовал. Но мы не знаем Егора Ракитина как личности, из-за этого нету вот этого дихотомии, диссонанса, А ты правильно использовал слово дихотомии только что? Ну, двойственности, окей, нету вот этой двойственности и диссонанса между, типа, личностью тейпа и идеей тейпа, понимаешь? Наверное, мне вот этого не хватает, потому что... Какая идея тейпа, вот сформирующая тейпа? А я, понимаешь, он не появляется в публичном поле именно как человек. То есть, типа, он всегда существует, у него... Кроме стримов с Бортишкиным по GTA. Не, ну ты понимаешь, что образ тейпа настолько силен, что его, возможно, не так-то и узнают на улице, потому что у него не слишком приметная внешность. То есть, типа, без очков, банамки его очень трудно узнать, типа. То есть, у него очень четкий образ, который работает на него и в рамках образа он органичен. Но личности какой-то, которая диссонировала либо бы не диссонировала, а наоборот, сочеталась, ее не хватает. Потому что с Олегом меня именно разъебывают, потому что я слушаю и такой... А потом я вспоминаю этого человека и такой... И мне прям... Это двойное пользование. Это как пирожок вишня-сливочный сыр в Макдонисе. И в этой вот кехности... Ну и плюс... Ну не знаю, я именно разделяю. То есть, в плане... Чувак может быть условно хуевым челом, но готовить там охуенные кексы. И вот из разряда то, что он умеет... Почему кекс? Ну кекс, ну бля, хорошо. Пироги, бифштексы, бефстроганов. Мне, ну, без разницы. Бефстроганов. Содолуф и бефстроганов. Да, да. А как бифстроганов? Бефстроганов. 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 Чувак, там же говядина. Напишите в комментариях, как правильно. Окей, гугл. Ты можешь не... Алиса. Бефстроганов. По данным русской википедии, согласно источнику википедии, бифстроганов от ОТО... Бефстроганов. Бефстроганов. Это считается бефстроганов. Также бефстроганов, бефалиастроганов... Нет, смотри, здесь умляут, это йо. Бефстроганов. Бефстроганов. Да, Алиса только что подтвердила, что это бефстроганов. Алиса. Стоп. Алиса, блядь. Алиса. Тихо. У меня есть мысль. Я, короче, знаете, о чем подумал? Когда слушал этот альбом, я подумал одну вещь. Мне кажется, что Кизару и Биг Бэби Тейп это Чипенкос и дядя Джай. Блядь, я отвечаю. Да, но... Только адекватные, чувак. Ну, не то, что не адекватные. Только те, которые умеют делать реально стильную музыку. Дядя Джай и Чипенкос умеют делать реально стильную музыку, просто... Чай, чай, чай. Нет, чувак. На самом деле, кроме шуток про адекватность, это я немножко загнул, потому что, если честно, мне Чипенкос кажется более адекватным, чем Кизару. Да, и, возможно, в этом его минус. Как исполнители, как артисты. Возможно, просто не пришло их время. Я считаю, что Чипенкос и дядя Джай, ну, это абсолютно, типа, не прикол, делают рэп, возможно, качественно хуже, но при этом по уровню идеи и работы с референсами не хуже. Просто он не подходящий ко времени. Он немножко странный. Да, да. Потому что чуваки выпускают такое большое количество материала, там реально есть пиздатые песни, я честно. Ну, вот, кроме шуток, я человек, который слушал Чипенкоса, могу сказать, что у него есть что послушать, там есть недушные песни. Просто их такое количество, что, как бы, в основном... Ну, это, опять же, не то, что недушные, понимаешь? Там, опять же, на того же Чипенкоса, но именно в таком... Короче, смотри, я именно воспринимаю любое искусство как вот то, что мне продают. Меня должны, как зрителя, купить. Мне супер нравится, как меня покупают эти товарищи. Честно говоря, вот, ну, я изначально симпатизировал из всей новой школы больше всего тейпу. Просто из-за... Тейп крутой. Да. Ну, вот я даже не знаю, на что именно в этом плане обратить внимание. На какую-то стилистику визуала, на то, как он работает со звуком или что-то такое. Но просто тейп, как продукт, условно, ну, вот именно в моем личном топе вообще ни в какое сравнение не может идти ни с Майотом, ни вот с тем, кого мы обсуждали до этого. Вот именно он, как будто именно как артист я его гораздо лучше вижу, гораздо лучше различаю. И в плане, я... Ну, не знаю, насколько это хорошо, что я не спутаю там тейпы ни с кем, а мог бы спутать там Улджи Буду с Содолувом, но это... Ловом, ёпта. Лав. Лав. С Содолав. Да, да, с Содолавом. Вот, но... Мы смогли, чуваки, поздравляю. Но, тем не менее, тейпа я не спутаю. И с самого начала я ждал релиз тейпа именно как тема, с которой мне будет прикольно. Я, кстати, просто после прошлого подкаста мне написал Содыч и сказал, что у него есть план на два года, так что в Торо Гриле я похорону с удовольствием. Содыч, мразишка. Заебись, заебись. На самом деле, я понимаю, о чем ты. И вот мне даже немножко обидно из-за этого, что в этом альбоме как будто, ну вот реально, тейп мог быть круче, как будто не хватило его перлов, вот его какой-то мощи. Кстати, есть такой момент, что типа они... Ну типа у них была очень жесткая промо. То есть, ну типа прям настолько жесткая, что сложно представить какой-нибудь релиз в русском рэпе, кроме, блядь, Дениса Яновича. Ну как, жесткая, но талантливая. Денис Янович знаменитый. Да, я просто про то, что типа ну их хайпили как могли, типа блядь. Там вот эти вот, ну типа то, что он там футболки разбрасывал, типа что... Это вот даже я не... На флаконе типа была отдельная встреча с тейпом, где он разбрасывал футболки и банданы, и они прорвали кордон, который там был фанат, и просто обломали всю встречу, ее отменили, блядь, просто к хуям в секунду. Чувак, у них будет реально концерт с голограммой. То есть ну типа Олег Кезару как тупак будет. Так, блядь, ну какая ржака, ну реально. Чувак, у Гарны как будто ощущение, что никакого Кезару не существует. Знаешь, что его просто выдумали, какая нахуй. Чувак, а потом Артемий Лебедев говорит, я Кезару, блядь, как нейросеть придумал, это она вам рэп считала. Чувак, ты реально, ты видел голограмму горшка, если Кезару будет... Чего, реально есть уже? Вы поступали, да, с голограммой горшка. Я надеюсь, если Кезару будет не хуже по качеству, то он впал... Ну он жив, блядь, какого хуя, типа. Он же настоящий. Нет, слушайте. А не настоящий. Если зачем-то не нужны технологии, я хочу, чтобы меня с утра будила голограмма горшка. Стояла такая мертвая анархизма. А усыпляла голограммы Кезару. Да, да, вообще. Блядь, у меня еще есть мысль, что на самом деле это угарно, потому что я смотрел, следил за Кезару, в том числе был пассаж, когда его девушка говорила, что у Олега, в общем-то, и нет друзей. Но вот есть я, а так-то как будто у него типа нет какого-то вот прям типа окружения и тейп. Это же его реально первый друг по большому счету. В русском рэпе, да? В русском, прикинь? Ну, не, не, не. Я с тобой не соглашусь, потому что был видос, где чуваки из АВГ, его, короче, с ним связались по скайпу. АВГ это что? АВГ это очень культовая питерская тусовка. Питерская рэп-тусовка, да. Чего? И Трэвиса Скотта привозили, типа это как минимум факт этого и мига. Respect. И Кас, короче, звонил Кезару в Барселону, и они типа такие, а помнишь, было время АВГ, типа... А помнишь, как мы слайдеры, слайдеры и траки. Да, 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 да. Да, все четко тебя в Питере. Ура, Сода Лав говорит о том, что типа нельзя в Питере не уважать Кезару, типа он везде сквозит, типа как местная легенда. Типа, я не знаю, может я в каком-то, они в другом каком-то Питере живут. Мне кажется, что, типа, чуваки ностальгируют по тому времени, когда они были, ну, более молодыми, потому что сейчас я не могу сказать, что Кезару у меня сильно ассоциируется с Питером, а человек, который живет в Питере. Все-таки Кезару больше... Он производит впечатление чела из Барселоны. Ну, типа, рядом, типа, там был... Судя по его лукам, он бы в Питере быстро замерз, как минимум. Там настолько уморительный был кусок видоса, просто в этом АВГ-шном подкасте, блядь, сложно его как-то по-другому назвать, где Александрик и Кас сидят с ним общаются, а потом резко вставляют, короче, кусок из видоса 2011 года, где Кезару на хате тусуется и фристайлит, и когда ты на него смотришь, ты такой, это же мой чел с района. Это же Янки. То есть это вот этот вот тип, который просто вот с банданой и с кепкой такой лифмует кровь-любовь, типа, и ты такой... И вы вот по вот этому ностальгируете, типа, сейчас уже 20 минут, типа... Ну, это такая спорная совсем история в плане ностальгировать, не ностальгировать. Не, ну и чувака просто корни в Питере, и чувак сделал много в русской музыке, ну и все, достаточно. Не, ну, короче, мне кажется, что реально Тейп — это первый друг Кезару, первый человек, который приехал ему прямо из России, надолго из Барселоны, с которых что-то связало именно по вайбу. Кезару уже писал, что, типа, высший блесс — это найти чувака, с которым вы, типа, братишки. И реально, как будто бы у Кезару появился наконец-то друг, и это круто. Это спорный Боб и Патрик. Да, проблема в том, что его друг на 10 лет его моложе, как бы, и Кезару с ним вот... Я не говорю, что это плохо или хорошо, я не берусь осуждать, как бы это там забавно не звучало, круто, что у людей появился коннект. Но как будто до этого Кезару жил в какой-то культурной и социальной изоляции. То есть у него там были его марокканцы безумные, которые там всех убивают нахуй, судя по его рассказам. А тут реально вот у него есть, типа, чел, который разделяет его... Который такой же рэп-гик, который также интересуется, который также, типа, такой же популярный, в конце концов. И с которым они на двоих сделали действительно... Нет, я... То, что мне не понравился альбом Бандана, не отменяет того, что это альбом топ-1 в России, и я считаю, что это более чем заслуженно. Да, да. И именно как раз вот эта вот коллаборация людей, которые настолько похожи и настолько друг другу подходят, это вот самое золото. Заканчивая просто вот мой раздув, который... И что именно я для себя выделил из релиза, я тут все и выписал. Релиза ощущение, как будто бы под конец релиза кончаются панчи, и кончаются барсы. То есть вот есть трек Ride or Die, он хороший, но если убрать его и представить, что как бы релиз без него заканчивается, то ощущение, как будто бы под конец заканчиваются панчлайны. И вот это немножко, типа, я понимаю, что это самое важное впечатлить чувака в начале, он в любом случае останется до конца, особенно если в конце трек, который один из главных треков на альбоме. Как будто бы, блядь, кончаются панчи. А еще есть такое ощущение, как будто бы Олег опять же задает тон на треке. То есть как будто бы тейп всегда подстраивается под Кизару. Вот реально, это типа не в том, ну это, блядь, это просто критика. И у меня есть ощущение, что реально, как будто типа вот Олег задает на треке настроение, и тейп пытается, типа, тейп никогда не перепрыгивает Олега. Вот честно, я не могу вспомнить, ну разве что Миллион. Миллион, да. Ну это исключительно из-за ностальгии, а вот так я не могу вспомнить. Да не ностальгии. Блядь, ладно, давай слушать Миллион. Давай, короче. Давай, давай. Ну все, ну все, какие у тебя претензии? Какие проблемы? Чувак, ну это трек тейпа, но он один. Ну один, да. Ну один, подожди, ты только что говорил, что Райду, давай тоже трек тейпать. Нет, ну Райду не трек тейпа точно. Не, ну хорошо. Я к тому, что, чувак, звук весь, везде великолепный, но Миллионс это единственный трек, где он раскрывается как исполнитель, потому что у него везде, потому что у него везде, блядь, вот это единственная его прям мощная раскладка, когда он просто, типа, играется с ритмом, играется со смыслом. Да, и дохуя раз. Здесь три разные раскладки были, и все мы хвалили, пока слушали. При всем уважении, типа, у тебя очень сильно накладывается, ну, типа, скилл рэпера, типа, на оценивание творчества. Типа, есть такая... Ну, а где все остальные раскладки, типа, очень похожи на... Чувак, ну, типа, трек Бандана отличный, как минимум, по своей идее. Типа, вот я битмейкер, типа, я слушаю, типа... Ну, блин, они в большинстве альбомы такие, к сожалению. Не, ну, хорошо, в плане... То есть у него настолько в конце закончились панчи, что он сделал вот эту фишку, я сказал мне поебать, скажу еще раз мне поебать, скажу в третий раз мне поебать, скажу в четвертый раз это уже не смешно. Первые два раза это манифестирует, вторые два раза это у тебя просто закончились барзи. Ну, хз. К сожалению, к сожалению, блядь. Просто, видишь, ты оцениваешь этот альбом как рэпер, типа, я оцениваю это как продюсер, типа, я просто слушаю... Не, как продюсер, там просто все заебись. Там пиздец, там, ну, типа, там очень много, типа, каких-то мелких деталей, типа, когда он мешает жанры, типа, когда он... Не, если звук тейпа к нему нет претензий, он очень крутой, я говорю о нем... В том, что весь альбом, типа, это не весь звук тейпа, то есть они там приглашали для отдельных продюсеров, типа, и всякое такое. Но когда я слушаю его 8 миллион, типа, я понимаю, что, типа, он там удрился, типа, закалабить, типа, вот эту всратую а-ля Memphis Cup'у, я понимаю, что это а-ля, но при этом, типа, ну, это абсолютно непонятные, типа, приколы, типа, там очень хорошие сэмплы подобраны, типа, вот видишь... Друзья, можно счетчик, типа, в этом ролике, будьте добры. Да, да, более 300 типов в прошлый раз. Извините, пацаны, я искренне извиняюсь. Вот вы это смотрите, на секунду, обратите внимание, вам сейчас вот это классно смотрится, потому что это субъективный контент про музыку. Мы здесь не пытаемся объективно осмыслить релиз и все такое. Мы высказываем мнение, и на самом деле это самое пиздатое. Обратите на это просто кусочек своего внимания, на этом все возвращаемся. Нахлок, да. Сука, гет даун. Мама, дон, край, я кого-то въебал. Так, это, слушайте, вот то, что особенно хотелось спросить, есть часть зрителей, которым вообще отдельный респект, которые понимают, что они это слушать не будут в любом случае. Им интересно именно послушать про музыку, послушать про то, какая у этого всего логика, как это все сложилось и все такое. Это реально, вы золотые вообще, ребята. Вот вы действительно можете ли им сказать, что это как альбом русского хип-хопа, что-то, на что стоит обратить внимание, или именно как на то, насколько это пиздато сделанный хип-хоп. Стопудово. Я считаю, что альбом Бандана, кроме шуток, это альбом, который войдет в анналы с двумя N русского рэпа. Фишка в том, что, ну, в моей лично парадигме он войдет в анналы с оценкой 6 из 10. Нихуя ты же сток! Ну, типа, это на мой взгляд, но тем не менее, это все равно знаковый альбом для русского рэпа. Я считаю, что если вы действительно хотите немножко понять в теме, не для того, чтобы, не для чего, кроме того, чтобы понять оставшую часть вашего поколения, если вы молодой, либо часть поколения будущего, которая, ну, типа, которая вы встречаете, если вы более старше. Если вы хотите находиться в контексте, послушайте. Даже если вам не понравится, вы как минимум будете понимать, о чем вообще идет речь. Будете понимать линго, как говорит Кезару. Будете понимать контекст. И я, как говорил в предыдущем подкасте, как я говорю сейчас, понимать контекст, это очень важно. Поэтому, несмотря на то, что Бандана, на мой субъективный взгляд, это 6 из 10, слушать обязательно. Мне правда очень нравятся какие-то звуковые решения, типа, в этом альбоме. Нет, по звуку претензий нет. У меня есть, типа, я говорю, мое сожаление связано исключительно с раскладками, рэп-частью тейпа. Она правда хуже, чем у Кезару. Блин, ну вот смотри, давай такую тему. Когда любые исполнители делают фид, вот особенно представим вы, не знаю, когда я вот оказываюсь целью, что мне нужно написать фид для палк, я все равно подсознательно думаю, что я хочу выиграть этот фид. Все хотят, чувак. Да, да, это для каждого желания, что все равно вы можете делать фид на каком угодно респекте. Ты можешь обожать человека, с которым делать фид, все равно ты делаешь этот фид и думаешь, я его отъебу. Я сделаю настолько пиздато, что затмлю его просто нахуй в ноль. Это моя цель. Модель взаимодействия Тейп и Кезару, она очень знакома. И когда я говорю Чупинкос и Дядя Джай, есть много примеров. Слава КПСС и Замай, то же самое. Один молодой, более техничный, в контексте другой ебанутый OG. Да, да. То, что также, блядь, Сашмир и Бамблбизи, если кто-то вспомнит. тоже один более молодой, амбициозный, другой ебанутый OG. Проблема в том, что в ситуации с Тейпом молодой, амбициозный, как будто для него не совсем применимо Олег моложе, чем он. Олег звучит актуальнее, чем Тейп. В этом проблема. Хотя Олег старше. И эти его принципы, идеи должны висеть на нем грузом и балластом, но у него, мало того, что стилек более уникальный, он более свежий. Олег свежее, чем Тейп, и в этом главная проблема релиза. Ну, то есть, понимаешь, ты говоришь о том, что Олег Кизару выигрывает фиты, и тебе бы было лучше, если бы из разряда счет выигрывания фитов был более за Тейп, а то есть тебя расстраивает настолько разгромный счет выигрывания фитов в этом альбоме? Мне кажется, что Олег просто выполняет здесь и функцию пожилого OG, и функцию молодого амбициозного, а Тейп как будто бы выполняет функцию наполнения, просто чтобы треки не были такими пустыми. Ну, Тейп как будто, знаешь, это вот как тот кореш, который с тобой читает рэп что ему хочется тебя поддержать. То есть, ну, типа, он понимает искренне, что, типа, в целом может тебя разъебать. Ну, то есть, типа, реально, как будто он не вывозит туры, и это не значит, что у него все равно классные куплеты, я не говорю, что у него плохой рэп. Просто у Кизару он, блядь, мощнее. Вот, типа, реально, по всем... Ну, это все равно в контексте конкретного релиза. Типа, в любом случае, типа, опять же, пацаны анонсировали Банану 2, типа, посмотрим... Но, видишь, фишка в том, что, если этот релиз это осмысление и ностальгия рэпа нулевых, то у Кизару здесь просто больше опыта. Поэтому, как бы... Стопудово. Типа, он больше этих флоу испробовал, больше этих раскладок испытал. Но он больше этого культурного кода впитал, скорее. Да, знаешь, типа, есть такая хуйня. Но при этом, типа, мне хочется верить в то, что, типа, вот, Банана 1 и Банана 2 это будут два релиза, в рамках которых... Ну, типа, они, правда, ну, типа, по факту-то, по большому счету, они сидели просто Не, 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 не об этом речь. Типа, хочется в Банане 2 увидеть какое-то развитие этого простого угара, которое было в Банане 1, когда они... Во что? По приколу угорали. В любую хуйню, чувак, типа, мне хочется увидеть в любом случае их развитие. То есть, ну, в Банане 1 по-любому... Но следующую главу, да. В Банане 1 мы по-любому увидели их там с одной стороны. Мне, ну, как и слушателю хочется услышать в Банане 2 хоть что-то отличающееся от этого, чтобы я мог это осмыслять. Слушайте, вот просто именно до чего хочется доебаться в контексте разговора о том, что тейп слабее. Вот опять же, тейп проигрывает фиты. Могу согласиться. Я не могу допустим. В треке миллион, это не так. В треке, где Кизару решил зачитать шепотом, по-моему, тоже. Да, он весь всратый. Да, это чисто всир. Вот в этом плане Кизару очень плохо смотрелся. Но при этом... Но вот опять же, сейчас, сори, извини, история. Он выигрывает фиты, допустим, но когда они действуют вместе, они действуют абсолютно равнозначно. Вот это вот история Ride or Die. Давайте немного послушаем именно их взаимодействие. Чувак, Ride or Die. Самый гол. Ну вот. То есть, понимаете, типа, в момент, когда вы это слушаете, то, что один из них это проигрывает, вообще для вас закрывается, потому что они в синергии своей действуют охуенно. О, кстати, еще из Сила и Young Trap точно та же модель взаимодействия. Это класс... Но это в плане, типа, ну того... Но все равно за ними как за дуэтом очень охуенно наблюдать. Это классический рэп-дуэт, на самом деле, типа, для последнего времени. Для какого последнего? Ну, в плане, понимаешь, типа, не было такого рэп-дуэта из разряда. Ну, короче, ладно, не хочется говорить про то, что не было. Я думаю, что я согласен с тем, что, типа, вспомните какой-нибудь еще настолько органичный рэп-дуэт, который был в последнее время. Да, че, шпенкос и дядя Джай, это не рокал. Но если не воспринимать их как фрик... Но они не работают. В том-то и дело. То есть, типа, если не воспринимать их как фриков, но это же невозможно. Чувак, они фрики только в поп-медийном пространстве. Если воспринимать их рэп отдельно, он ничем, блядь, не хуже. Я тебе это искренне говорю. Да, но мы же на то и живем в 21 веке. Это не к тому, что у Кизару и Тейпа плохой рэп. Я считаю, что у Чупенкоса и дяди Джая довольно нихуевый рэп. Он всратый в известной степени, но это не делает его хуже. Но понимаешь... Просто понимаешь, где у, блядь, Кизару панчлайн про Лего и член Олега, у Чупенкоса панчлайн про то, что мы воровали картошку с поля. Но он трушный, понимаешь? Да сколько угодно. Опять же, тут дай бог им всем здоровья, но мы живем в 21 веке. Я, опять же, несмотря на то, что я там музыкальный блогер, обсуждаю с своими музыкальными чуваками музыку, сколько угодно мы можем быть прошарены, но все равно продукт должен быть продан. И Чупенкоса и дядя Джай не способны так продать свой продукт, как способны продать Кизару и Тейп. Мы знаем дохуя чуваков в топ-чартах, которые способны продать свой продукт, но не способны сделать продукт, который вот меня, например, как фаната там исключительно Алдушного Хопа, и там за последнее время меня из Хопа больше всего впечатлил условно релиз Гориллаз Минвайл. Вот. И мне продали эту хуйню, потому что она стильная пиздец. Чувак, давай прямо. Это будет сейчас очень показательно. Если бы на альбоме можно было бы оставить только куплеты Тейпа или только куплеты Кизару, ты бы что слушал? Нет, само собой Кизару. Вопроса нет. Вопроса нет в том, что это выиграл. Вопроса нет в том, что он опять же... Потому что я не очень люблю Кизару, правда. Чувак, я нового Кизару я вообще не люблю. Ну, чел. Но при этом, я говорю, если Тейп участвовал в звуке, именно в продакшене, вообще к Тейпу никаких вопросов нет. Просто Олег на этом релизе как будто слишком силен. Учитывая, что я реально не фанат Кизару, у меня к нему особое отношение. Ну, блядь, я не могу этого не отметить. Типа, это сильно, чувак. Этот трек, это прям, ну, Кизару коронка. Типа, вот, просто, если все это время, все остальное время, типа, Тейп, типа, навязывал какие-то свои музыкальные решения, типа, там, в плане, типа, я там напишу продакшен, я тебе там покажу, на что лучше читать и всякое такое, то вот здесь это прям коронка Кизару, типа, он взял своего, типа, любимого битмейкера, который в свое время послал Моргенштерну и вот эти вот истории про royalty, но loyalty и всякое такое. Это вот отсюда пошло. Loyalty над royalty. Извиняюсь. Но, в любом случае, типа, вот конкретно здесь это прям коронка Кизару, классический Кизару в том формате, в котором он, типа, выступает всегда, вот тот Кизару, который якобы, типа, фитуется с Моук Перпом, Дензелом Карри, Тори Лейнзом, типа, то есть, он видишь, мне очень нравится, что Кизару пытается прорубать окно на запад вот такими способами. То есть, он такой приходит, говорит, чуваки, ни у кого из русских рэперов нет фита с Тори Лейнзом, как у меня, типа, а Тори Лейнз это большая фигура в западном хип-хопе. Да, да, окей. Типа, но при этом никто, блядь, не заикается на тему того, что, типа, в западном хип-хопе очень принято даже, типа, продавать фиты за деньги. Ну, Олег утверждает, что он не платил за это, но я не особо в это верю. Но, суть в чем, я не хочу сказать, что Кизару, что тейп на этом рэдизе плох. Он хорош, просто Олег лучше. Вот и все. Ну да, и ты, и типа, для тебя это так важно, как будто это, в принципе, важно. Нет, для меня важнее всего синергия, типа, вот, и синергия превосходна. Опять же, мы слушали Ride or Die. Бля, они охуенно срослись. Прям классно срослись. И именно в этом треке у тебя нет абсолютно никакого именно ощущения, что кто-то проигрывает. Ты именно смотришь на двух друганов, которым охуенно классно в этом рэпе. Я не знаю, я считаю, что тейп мог бы лучше. Не говорю, что плохо, но честно. Заруби этот трек просто. Вот, давайте слушать Макусу. Окей, это мой любимый трек с альбома. Он не так завирусился, как остальные. Ребята люди. Чувак, он пиздец завирусился, он пиздец завирусился до релиза из-за парта Кезаро вот этого типа. Что в моем бланте? Это про пан, бича, шотлый, просто так по фан. Может быть, но и в топе Spotify, и где, вот в любых, короче, топах Макуса вообще не на тех местах, которые она заслужила. Ну, видишь? он в топ 5 релиза. Ну, в топ 5. 99 проблем, Бандана, титульный трек и миллионы, все четко. Ну, не знаю, мне кажется, Макуса заслуживает быть выше. Конкретно в этом треке Кезаро просто типа хуярит свой вот этот вот финиш химн, типа, ну, правда. Ну, потому что, типа, это настолько вайбовый трек, он и мемный одновременно, и в то же время резонирует с образом Кезаро, и ты такой, и тут тейпа нет вообще, продакшн от продюсера Кезаро, читка только от продюсера Кезаро. Он просто такой, чуваки, охуенный трек, и я вполне могу поверить в то, что Егор Тейп такой, блядь, это настолько пиздатый трек, да вообще похуй, типа, нажимаем кнопку, типа, понеслась. Ну, блин, вот реально, честно говоря, не знаю, мы здесь как-то это обсуждаем именно так в общем, но, честно говоря, мне хочется это преподносить, как именно в общем слушабельное русское, то есть, знаете, есть стереотипные представления о рэпе, стереотипные представления о техничности в рэпе, про выговаривание, такие сложные фастфлоу, сложные раскладки, и все такое, здесь именно, ну, технически, не сказать, чтобы есть что-то сложное, но это именно написано, как тот самый рэп, да нет, там даже технически есть, люди, которые думают, что это оффбит, или здесь что-то не так уж сильно ошибаются, это засчитано намеренно, и так читать довольно сложно, даже, даже упираясь в то, что именно ты, как чувак знающий, сказал, что именно эта техническая фишка сложная, даже так, все равно, это тот самый хип-хоп, который именно построен на ощущении, на том, что исполнитель, именно превосходно чувствует бит, это именно с точки зрения рэпа, именно, ну, блядь, я не хочу просто называть конкретных исполнителей, чтобы их обижать, но из разряда, вот потенциально люди, которые слушают западный рэп и не слушают русский, потому что такой, ну, русский, это в любом случае хуйня будет, это можно им включить в доказательство того, что именно русские могут рэп чувствовать, пиздец, потому что это чуваки, которые прям, ну, чувствуют рэп. Ты понимаешь, в чем дело? Типа, дело в том, что все чуваки, о которых мы говорили, например, в предыдущем выпуске, они тоже чувствуют рэп, просто это чувство, оно основано на других, типа, на другом ощущении рэпа в целом, оно более Янг Таговское, это вообще, это отдельная тема для разговора, но здесь я скажу, что панч про у меня нет пресса, типа, ну, я не могу воспроизвести точно, что у меня нет пресса, я имею Лим Белли. У меня нет пресса, я имею Лим Белли, мы окажем на них пресс, Бензе Макавелли. Чувак, это великолепный панч, наверное, один из моих любимых на релизе, потому что он супертрушный, знаешь, такой Лим Белли, нет? Ну, типа, пузико. Да, знаешь, что оно возникает? От пива? Нет, от того, что пацаны пьют Лим, кодеиновый сироп, кодеин подавляет движение предстальтики, вызывает нереальный запор, поэтому чуваки бывают худые, пацаны. в этом и прикол, что Лил Пам в какой-то момент просто стал огромным жирным у лёбкой. ты видишь, он не стал жирным, у него было пузо абсолютно очерчено, отчего у него дикий запор от Лина. Типа, об этом может говорить только негр, который понимает глубину этой проблемы. Это очень глубокая хуйня. Вот это, чувак, Лин Белли, это очень круто. Окей, это прям... хорошо. Отрываясь от этого, именно то, о чём я говорю, что это именно чувство рэпа, который, вот короче, ладно, более широкую хуйню затрону, именно в моём представлении, вот замечательный был, какой там, пяти или восьмиминутный ролик скиллса, про то, почему новые русские рэперы очень часто не уважают старую школу. Потому что, если западные рэперы вырастают на своих вот соотечественниках, да, и их чтят... То наши рэперы вырастают на западных. Да, то наши рэперы вырастают тоже на западных. Но я дико с ним не согласен. Проблема не в этом. Проблема не в том, что наши рэперы не вырастают на наших старых рэперах. Проблема в том, что до недавнего времени респектовать нашим старым рэперам считалось западло, потому что основой русского рэпа была дикооксимироновская как раз деконструкция. Мы отрицаем всю основу, а именно там Касту, Басту, Жигана, Джигана и так далее. Ну, это не конкретно, а, типа, пример, мы отрицаем основу ради того, чтобы брать референсы Запада. На самом деле, чувак, я в свою там, ну, в свой период чтения рэпа, я вырос абсолютно на русском рэпе, я могу перечислить референсы, на ком из русских чуваков я рос. И у многих, типа, то, что пацаны сейчас респектуют, Чемодан Клан, ОУ-74, Черная экономика, Рыночные отношения, Контейнер, это очень малая часть легитимизировавшихся русских рэперов. Кто-то, например, Рыночные отношения, как бы это ни было печально, потому что я безумно их уважаю, легитимизировались через то, что они провели время в тюрьме, а именно, как бы, Брас и Ост, они, как бы, ну, типа, ОУ-Джи, отсидевшие пацаны за, ну, утрируя, за серьезную хуйню. Кто-то, как Чемодан Клан, типа, они просто до сих пор соприкасаются с повесткой и так далее. Но, на самом деле, я считаю, что если бы мы в какой-то момент времени не пытались отрицать наше наследие, то очень много было бы чуваков, которые открыто бы говорили, что они выросли на предыдущих поколениях русских рэперов. Потому что у меня есть куча знакомых. Чувак, Серафим Мука вырос, блядь, на Дмитрии Бамберге. Точнее, на Диме Шоке и на альбомах Голод, Хунт и так далее. Андрей Перкинезис признает влияние Оксимирона невероятное и так далее. У нас много, типа, пацанов титулованных хитмейкеров, которые выросли на русской музыке, на русском рэпе в том числе. Да, но, короче, общая мысль, о чем я говорю, что в любом случае именно у нас есть как будто бы две разные ветви развития русского рэпа. Один русский рэп русский, в смысле русский. То есть, вот, например, ну, Оксимирон это оно. Это именно способ использовать русский язык в рэпе так. А есть другой способ использовать русский язык в рэпе абсолютно на западный манер. Потому что Бандана наполовину на английском, по сути, релиз. И это именно релиз, написанный к западному рэпу на основе западного рэпа. И как раз таки он поэтому идеально ложится в мой плейлист, потому что вот весь алдушный или вдохновленный алдушным западный рэп, он вот отлично рифмуется со всей этой историей. И это как раз для меня отчасти откровение. Потому что как раз вот штука с Яниксом, мне кажется, фальшивая не потому, что он, может, не настоящие вещи читает, а потому что именно как раз вот есть... Ну, знаешь, из разряда в Эдлибах можно говорить не Йоу, а Чо, или Чо-нибудь такое. Бля, Миш, очень сильно порывает включить тебе треки Яникса, чтобы тебя переубедить. Ну, наверное, это история для отдельного видео. Типа для Чоки ставим 3000 лайков. И мы, короче, слушаем всю трекографию Яникса. Ребят, если не будете ставить, я не буду против. Многие говорят, что русский рэп, и всегда эта часть дискурса будет существовать о том, что русский рэп, это музыка школьников, детей и так далее. Проблема не в музыке. Я тебе говорю, и Soda Love, и пацаны из Melon Music, и пацаны из DevJoint, и пацаны из Cast, и пацаны любые. У них у всех были референсы, но и эти референсы во многом становились поводами для того, чтобы кайфануть. То есть проблема жанра не в чуваках, которые заимствуют, не в чуваках, которые недоделывают или еще что-то. Проблема жанра в слушателях, которые слушают это, не зная базиса. Почему тебе так зашла бандана? Потому что это перекликается с твоей любовью к колдушному рэпу. То же самое, почему мне так заходит Melon Music? Потому что я дохуя слушал поющие атланты, дохуя слушал, типа, дрилы и так далее. То же самое, типа, просто есть школьники, которые не понимают, что это круто. Потому что это переосмысление того-то, кто опирался на то-то, кто был вообще оттуда-то. И, типа, это большая, трушная история взаимодействия западного рэпа с русским рэпом, которое может и строиться в рамках заимствований, но все равно мощно именно по своему культурному осмыслению и переосмыслению. А есть дети, которые просто, э-э-э, прикол, хай-хэт делает тс-тс-тс-тс-тс. Типа, проблема, мне кажется, в основном в них. Потому что сейчас, чувак, бандана на первом месте не потому, что все так любят толдушный хип-хоп. Не потому, что все такие, FreeSixMafia, UGK, это наши пацаны. Но я не ебу, кто это. Мне хочется снять серию видосов рэп-образования Миши Сейна. Мы просто садимся и такие, братан, у тебя есть пласт культуры безумный, который сформировал самую популярную музыку в мире на данный момент. И его надо хотя бы знать. Вот, слушай, реально, просто, понимаешь, все мое... Я предлагаю все это просто закинуть в плейлист рэп-образования Миши Сейна. Блин, можно в итоге составить из разряда такой реально Spotify плейлист для людей, которые также в этом образовываются. Друзья, если вы хотите, чтобы Миша Сейн вышел из этого рэп-университета полностью образованным, ставьте лайки под видео. Прямо сейчас. Друзья, заставьте Мишу Сейна... Олег Кизару, Егор Биг Бэйби Тейп. Лайк поставьте. Во-первых, вы должны, Олег Кизару, Егор Биг Бэйби Тейп, должны поделиться этим видео, распространить его. Дело не в этом. Миша Сейн — это человек, которого вы ассоциируете с самим собой. Он ищущий, осмысляющий, он богатый духовно, он богатый мысленно. Мы хотим погрузить его в новое потрясающее состояние и подарить ему новый контекст. Для этого нам нужна ваша поддержка. Поэтому, друзья, 10 тысяч лайков под видосом должно появиться просто, потому что мы хотим, чтобы Миша Сейн был образованным. Представьте себе металл-хеда, которого напитали рэпом, как будто курицу нашприцевали бульоном. Понимаете? Я просто хотел сделать каминг-аут такой, да, потому что вот мы с Артуром в этом плане в прошлом подкасте разговаривали. Он говорил, что у него в детстве вообще не было рока. У меня в детстве вообще не было рэпа. То есть у меня в детстве был АК-47 и Баста. Ты сколько лет пишешь? Ну, мне 22 сейчас. То есть ты младше меня, и у тебя не было рэпа? Это чисто совпадение. То есть как у Артура не было рока. А ты откуда погодишь? Ну, в химах я вырос. А ты из химок? Ну, потом я менял школу, я в Москве жил, у меня очень много разных кругов общения было. Ну, так или иначе, короче... Не, я не обесценивал, просто ты москвич, чтобы я понимал. Москвич, который вырос без рэпа. Сначала под москвич, потом москвич, но, короче говоря, в моем детстве там музыка, которая передавалась по блютусу, рок был гораздо... Ну, из разряда то, что ко мне приходило. Из разряда, там можно сказать, что мой музыкальный вкус создал там мой отец, когда возил меня на митинский рынок и покупал там эти диски. Неважно. Суть в том, что я именно рэпом начал увлекаться сознательно из интереса, потому что в старшей школе, вот буквально там, я экстерном заканчивал 10-й и 11-й, у меня появился друган, который вот мне разом закинул плейлисты Кровостока, Оксимирона и еще нескольких. И тогда я такой, нихуя себе, это не АК-47, потому что, ну реально, сори, но когда у вас вот есть вариант по блютусу скачать там Руни, Джеймса, Дио, Блэк Саббат, там, Пантеру и все остальное, и Офспринг, или АК-47, но здесь без шансов. Вот. И, собственно, именно с условных своих там 17-18 лет я пускаюсь в изучение рэпа. У меня и как раз вот именно такой вот базы не было, и все, что мне сейчас нравится, это как раз вот сформированные за условные там последние 4 года, которые я именно чисто вкусовщиного понимаю. И мне не нравится автотюн вкусовщиного. Миш, просто, чтобы ты понимал, рэп-сцена пришла к автотюну, если рэп начался в, давай скажем, 85-м, ладно, я, может быть, промазал с годом, но давай скажем, что рэп начался в конце 80-х. Да. Автотюн завоевал свои позиции в 2010-м, 30 лет. И вот как раз, вот как будто тот период до того, мне нравится. Да, вот я тебе говорю, к тому, что типа ты должен присытиться этим, просто это не то, что в смысле автотюн более культурно, тонкое явление, просто ты должен пройти через определенные стадии становления рэпа как культуры персонально, чтобы понять, почему в рамках, опять же, этой культуры автотюн сам по себе не охуенная вещь. Это не заменит настоящее пение, это всем очевидно. Именно в рамках культуры, чтобы понять, почему это пизда, то нужно пройти определенный путь. Это не умаляет твои, типа, это не умаляет твои интересы, просто это время. Не, мы в плане, мы упираемся как будто в тот же вопрос, что был в прошлый раз, что, опять же, я не против, ну вот ровно, понимаешь, так же я не могу слушать поп-певиц. Мне это не нравится. Именно я понимаю, то есть Ариана Гранде охуенная артистка, Леди Гага охуенная артистка, они из разряда с точки зрения шоу делают невероятные вещи, я это понимаю, мне это не нравится. Дай, я говорю, дай время, твой рэп-эдюкейшн, он должен проходить по пределам. Дай своему организму насытиться рэпом. Я тебе объясню, знаешь, как это будет? Сначала ты увлекаешься исключительно роком, потом ты робко ощупываешь рэп, потом ты ощущаешь рэп, как свой модус операнди, ты отрицаешь его, но пользуешься им, потом он просто поглощает тебя, и ты становишься воплощением рэпа, что приносит тебе невероятную популярность и невероятный успех. Ужасно. Знаешь, чей это путь? Так. Твой? Алишер Моргенштерна. А, бля, за Алишер Моргенштерна. За Алишер Моргенштерна. Лучший. Поглощай себя. Так вот, друзья, по-любимому треку с банданой. Михаил Сеин. Михаил Сеин говорит, мама Макуса, если один, то это точно мама Макуса. Я тебе очень круто старчик. Базарной, мой Миллианс. Чувак, несмотря на то, что я пытался... Но я бы хотел, чтобы у пацанов были Миллианс. Потому что, несмотря на то, что, мне кажется, весь подкаст я со своей колокольной обесценил куплеты Big Baby Tape, это абсолютно не так. Я безумно респектую Егора, безумно респектую его стильку, потому что мне правда нравится его музыка, просто высказал свое мнение. Но, тем не менее, я считаю, что лучший трек — это трек, который для меня завоевал место в сердечке именно из-за отсылок, именно из-за раскладок и работы Егора. Поэтому Миллиан. Окей, твой, Артур? Сложно, очень сложно, пацаны. Ну давай. Типа, у меня три трека, типа, в топе. Ну бля, у нас у всех минимум три в топе. Ну блядь. Давай-давай, давай-давай. Эндрюс Тори, ладно. Нихуя ты, абрикос. Эндрюс Тори, типа, я могу... Я реально, типа, я просто из-за того, что погружен в контекст всей этой истории с Бензо Гэнгом, типа, со мной срезонировал конкретно этот трек. Короче, вот, да, мне очень сильно понравился трек Эндрюс Тори, типа, на тему того, что, типа, я правда чувствую в этом какую-то внутреннюю искренность. Типа, возможно, возможно, опять же, это не так, неправда и всякое такое, но конкретно в моем случае мне кажется этот трек приятным. Безусловно, мне нравится заглавный трек Ван Даннесса. Конкретно в моем случае на мне трусы от Барбари, поэтому... Не, чувак, типа, при этом лучшая строчка, помню времена, когда не было Лего, сейчас они все хотят сидеть на члении у Олега. И это мечта каждого из нас? Нет. По честному говоря, ну реально? Чувак, нет, лучшая строчка это... Строчка Big Baby Tape, я не помню как точно, но в духе она сосет мой дик, я не сосу ее клит. Я такой, чел. При этом я хочу, ну, сакцентировать внимание на том, что, скорее всего, не скорее всего, а уже, наверняка, если что, здесь будет внизу подсказочка, о том, что треки с альбома Бандана все еще держатся в топ-5 русского ВК уже около месяца, чувак, типа, то есть эти песни абсолютно органически все еще самые прослушиваемые. Вне зависимости от того, что я, ну, у всех есть расхожее мнение о том, что русский народ любит слушать, там, какую-то пацанскую лирику, да, там, еще какие-то вещи, но ничего вообще, что выходило все это время за месяц, а музыки, правда, огромное количество выходит каждый день, ничего не смогло побить альбом Бандана. А знаешь, что самое смешное, что, более того, топ-5 треков из альбома, это топ-5 треков в Spotify профилях обоих исполнителей. То есть, типа, чуваки писали музыку очень долго, очень разную, но у них одинаковый топ-5 в Spotify, потому что топ-5 их треков, это топ-5 треков с их последнего альбома. Да, то есть, они перебили все свое этой коллаборацией. Все то, что мы обсуждали в прошлый раз в виде Оуджи Будда, Благовайта, там, и вот всех остальных, это именно воспринимается как новый рэп с точки зрения волны, да, то есть, что вот есть там вехи развития, и они все на волне жанра. Здесь, ну, я бы не сказал, что создает такое ощущение, здесь создается ощущение каких-то, ну, алдушных референсов, вот их видно, и это именно такая, это самодостаточный релиз самодостаточных исполнителей, которые вот как раз в синергии друг с другом уперлись в какую-то стилистику, и в этой стилистике идеально поработали. Вещь, фишка в том, что он самодостаточный, потому что тебе не нужно добирать дополнительных знаний, чтобы быть в его контексте. Я грежу просто, у меня в грезах есть видео, где мы даем по 5 альбомов мирового рэпа Миши Сейну, чтобы он послушал, и потом их обсуждаем, вот чтобы ты прям реально послушал, я не знаю, альбом Young Tag, какой-нибудь хороший, Slime Season, блядь, или там альбом, бом-фьючера какой-нибудь, честно, честно, честно. Чуваки, 10 тысяч лайков, реально, всего лишь 10 тысяч лайков. А потом 10 тысяч лайков, и мы выпускаем видео, где Артуру дают послушать 5 культовых альбомов металла, например, кабардинца, представьте, кабардинца, метольчика, и выделить, что хорошего, что плохого. Не, слушай, мы тебе металл, конечно, тебя съест говном, да. Не, было бы круто, мне кажется, он прокачается. Чуваки, 15 тысяч человек, и погнали, вообще без базара. Это социальный... Добейте мне 30 тысяч на канале, и похуй вообще. Я не знаю, насколько это факт, но была инфа, и очень форсили про то, что есть люди, которых пытали металликой на очень большой громкости. На Гуантанамо, типа? Я не знаю, но, короче, какие-то американцы кого-то пытали... Да, в Гуантанамо, в Гуантанамо, да. Да, кого-то пытали металликой на высокой громкости. Есть две опции, кормить меня западным рэпом и пытать Артура. Пишите, что вам нравится больше, вот, но это... Естественно, нахуй мы на канале Бешесейна, что же, блядь, это не выберут? Да, да хуй знает, мне кажется, и то, и то охуенно интересно. Так ли... Я бы сказал, мы выпустим просто и то, и то. Ну ладно, похую, короче. Разных каналов. Чуваки, поэтому просто за вас, за нас и за альбом Бандана, как за альбом, который топ-1 русского рэпа сейчас, как бы кто ни возмущался, кто бы что ни говорил, Егорчику Ракитину и Олегу Нищепаренко. Огромный, просто огромный салам, пацаны. Будьте здоровы. Ваше здоровье, мужики. Спасибо вам большое за то, что мы уже 4 часа дискутируем на вашей альбоме. Товарищи, друзья, подписчики, мы отлично посидели 2 часа. Я очень доволен предыдущим видосом и очень доволен тем видосом, который выйдет вот в этот раз. По очереди жму руку моим замечательным компаньонам, которые мне в этом содействовали. Спасибо большое, что смотрите и досматриваете это. Поддерживайте как замечательных моих товарищей подписками, лайками и всех остальным, так и меня самого донатами на Бусти, Патреоне и других соцсетях, которые в описании. Спасибо большое, что это посмотрели. Я своим замечательным гостям даже слова не дал в конце, потому что я моральный урод. Ты знаешь, где кнопка подписки? Так, суки, если кто-то еще остался здесь после этого безумного крика 10 тысяч лайков или я вас ненавижу, я найду вас и вам всем отрежу ступни, чтобы вы ходили на уебищных культях. Даже не пытайся со мной играть, я знаю, где ты живешь. Я смотрю прямо в камеру, я смотрю прямо тебе в душу, сука. Ставишь лайк и идешь молиться, чтобы с тобой все было хорошо. Выйди в магазин, нахуй, и надейся, что ты купишь свои хлопья и донесешь их до дома в цельности и в сохранности. 10 тысяч лайков. Это моя цена за молчание. Будь здоров, старичок. Всего тебе доброго. Субтитры сделал DimaTorzok